Здравствуйте! Шаватов и Гутевох! Хорошей недели! У нас с вами 61-й урок по Мишли. Мы находимся в 8-й главе, и 22-е предложение мы должны начинать разбирать. Мы более-менее закончили с тем, что такое, что цадиким они получат аламы еш, 310 миров подарок, миры, которые называются еш, настоящий подарок, и Ацратейхам и Мале, и все их склады, все их сейфы, сокровищницы будут наполнены знанием Тора. Теперь хохма, о которой идет речь. Я напоминаю, поскольку слишком много предложений, слишком растянутые получаются уроки, я не могу делать быстрее, у меня не получается, но мы говорим о том, что Тора, хохма, мудрость Торы, это то, что работает против Ецаргары, и единственный способ возиться с этой Ецаргарой и справиться с ней, это хохма Торы. И теперь хохма продолжает и говорит, «Гошем канони решит дарко, кедам ми фалав ми ас». Всевышний, я предпочитаю использовать русский перевод, а потом переводить дословно, «Господь создал меня в начале своего пути, прежде созданий своих изначально». Дослово перевод, всевышний Гошем, ютка и вавка, это четырех буквенное имя Всевышнего, он канони, он слово, от слова киньян, «купил меня», переводится как «приобрел меня», «сделал меня», «создал меня». Изначально, в начале своего пути, кедам, прежде, ми фалав ми ас, чем все его поулот были сделаны с того времени. Слово «кане» на иврите означает слово «киньян», «покупка». Когда мы говорим слово «кане» по отношению ко Всевышнему, то мы говорим «кана хаколь», имеется в виду «создал». Потому что Всевышнему принадлежит все, и для того, чтобы это что-то приобрести, ему достаточно это создать. Как только оно создано, оно принадлежит Всевышнему. Так вот, Всевышний создал меня, приобрел меня, сделал так, что эта хохма вступила в силу с самого начала своего пути, прежде чем какие-то действия были произведены с самого начала. Я боюсь, что мне придется здесь больше пользоваться комментарием Альбима, чем Гаона. Гаон на несколько предложений, начиная с этого, дает очень трудный каббалистический комментарий, который я немножечко берусь осветить, но очень относительно. Поэтому, в основном, здесь воспользуемся комментарием Альбима, который, надо сказать, тоже не объясняет это по простому пониманию. Так вот, мягко выражаясь. Итак, говорит Альбим. Гошем Канене Решид Даркоза. Всевышний создал меня в начале его пути. Хохма, мудрость. Это цурат Коля Аламот. Это то, что является цурой формы всех миров. Кулам Насу. И все они были сделаны. Ваниткану и изготовлены. Нимдаду измерены. Вухану приготовлены. Фиху Кейха Хохма. В соответствии с законами мудрости. Уба вальеда. Начиная с нее и посредством ее. Вакимедата. И по его миде. Вакавнитавнита. И по ее тавниту. По ее форме. Имеется в виду мудрости. Ництайру и ништахлулу были собраны. И ништахлулу. Шихлуль – это изменения в лучшие стороны. И сделаны самым лучшим способом. Все Аламод. Все миры. От начала и до конца. В Эд. И время Дериха Хошема. Время пути Всевышнего. Дарко Аришон. Его первый путь. Лаоци Абрия Мингаэфис. Первое начало создания. Это создать. Создание из ничего. И это Микунаба Шем Дерих. И это называется здесь. В Нишли, говорит Мальвим. Словом Дерих. Дорога. Киришит. Гитгалута Рацон. Потому что самое начало раскрытия в желании Творца. Акадум. Которое было первичное. Аяба Маше. Гэй Ициль Ацилут. Кадошва Нара. Что с самого начала сделал Ацилут. Ацилус – это первый из миров. Который не называется мир. Который не называется нефродим. Не называется мир, отделенный от Всевышнего. Он полностью на 100% остался соединенный от Всевышнего. Но Маациль. Маациль в терминах Кабола – это тот, кто создал Ацилус. Тот, кто создал этот мир. В нем нету отделения от Творца. Но в нем есть начало создания. Как бы. Это создание, которое соединено со Всевышним. Так вот. Этот Ацилуза Кадошва Нара. Этот Свецой Ацилут. Который является святым и страшным. Шебоги Ладрахим. Что в нем начинается раскрываться пути Всевышнего. Шебогем. Он говорит о том, что имя. Акодыш Беругу Всевышний будет. Инагэкэдгаалам. Будет мангикалэалам. Будет вести этот мир. Бхэсэд. И дальше он объясняет, какими медот, которые раскрываются в Ацилусе, Всевышний будет управлять миром. Это медот. Хэсэд. Гвура. Это меда. Хэсэд. Игвура. Мера суда и мера бесконечного добра. Убамида тава к душим. И медот. Теми качества Всевышнего, которые мы определяем, как Рахум. Ханун. Эрехэпаем. Тиферес. То есть, милосердный. Добрый. Долготерпивый. Долготерпеливый. Тиферет. Это гармония. И вот эта хохма, она начало всех этих путей. С нее начинаются все эти пути. Шэдаркейганга готов, что пути управления, которые на Ацилубе Ацилус, которые были определены в Ацилуте, в этом мире Ацилуте, решен в Энэалам, который был первичный и он скрытый. Куламнус дукфихокэйхохма. Все эти пути в этом мире, которые скрыты от нашего понимания, но какие-то проблески понимания нам даются. В основном они даются в Каболе, в Хаседуте, в Китвейгагро и так далее. Они раскрываются, они созданы были по путями, законами хохмы мудрости. Вияйта решит. И эта мудрость была первая, первична им всем. Она являлась первичной для них. Вика Таргумо и перевод слова берейшит, бэхахмато. Это известный комментарий, который переводят абсолютно все. Таргуманкелус переводит, перевод на армейский язык, переводит слово берейшит в начале. Он переводит бэхахмато, в мудрости. В хохме Всевышний создал небо и землю. Вахаре, гилу и даркафе, после того, как Всевышний раскрыл свои пути и умидатапе, свои качества. То есть, что значит раскрыл? Они были определены в Ацилусе, определены качества, которыми Творец будет в дальнейшем раскрываться всюду, где нужно раскрыться. В том числе, самое первое раскрытие в мире Ацилус, самое полное, более мелкое во всех остальных, более сложное раскрытие во всех остальных мирах. И тогда Яцхиль с этого момента Всевышний начал делать какие-то действия. После того, как путями хохмы он раскрыл свои качества, после этого вступили в стилу уже действия. Не раскрытие качества, а уже какие-то действия. Что тогда был рожден первенец Всевышнего, этих качеств. И этот первенец это Алама Кесе, это мир трона Всевышнего. Кесе Аковод, который называется трон Всевышнего, который находится в мире, который называется мир Брия. Это следующий за Ацилусом мир, где Всевышний уже не раскрывает себя так, как в Ацилуте. В Ацилуте он раскрывается как Творец. Кесе – трон. Это то, на чем Творец находится. То есть, это мир, который является местом, на котором поседает Всевышний. Но Ацилус – это и есть сам Творец, который, тем не менее, сам Творец, он не раскрывается никак. У него нету сов, нету начала, нету конца, нету ничего. И никак мы его воспринять не можем. Начиная с мира Ацилута – это мир, где раскрываются какие-то качества Всевышнего Сферот, мы можем уже как-то что-то понять на этом уровне. И вот он создал Исет Бэгдушо, в своей Гдуши он создал в мире Кесе, в мире престола славы. «Как будет вести управление Всевышнего мирами?» А Всевышний восседает на этом Кесе, на этом троне Кадшо, через который управляет всеми остальными мирами. И также эти поулав, и также эти действия Творца, они были сделаны по определению мудрости Всевышнего, которая была раскрыта первоначально, как первое раскрытие замысла Всевышнего – это его мудрость. Что Гангага, что вот это вот управление Клолит, общее управление мирами, она в соответствии с разными направлениями мудрости Творца. И это было до того, как начались какие-то действия, и с этого момента началось понятие действий Всевышнего. То есть, с хохмы начинается понятие действий Всевышнего. Так Мальбем объясняет этот пасук. Гаон, весь этот пасук, и следующий через один, все эти пасук, он определяет совсем сложно. Он определяет все курсивом, а я вам уже говорил, что в издании вильнюсского гона на Мишли. Комментарий к курсивам – это комментарий, который Альпикабола. Но попытаемся хотя бы чуть-чуть к нему прикоснуться. Ращемкина не решит дарко. Всевышний создал меня, говорит мудрость, как начало его пути. Говорит Гаон, здесь имеется в виду 32 натива, 32 линии, 32 направления, которые включены в рассказ Берешит, который написан в Торе. 32 раза в рассказе о творении мира употреблено имя Всевышнего Элоким. Ламид Бейт Памим – лев в сердце. Ламид Бейт 32. И это 32 раскрытия мудрости, 32 направления мудрости Всевышнего, которые употреблены через слово Элоким, через имя Всевышнего Элоким, которые рассказаны в Берешит. И это тот самый Решит. И Решит – это начало, слово Берешит, слово Решит – это начало то, с которого начинаются 32 буквы имени Всевышнего, не 32, 42-буквенное имя Всевышнего. Я оговорился, я извиняюсь. 42-буквенное имя Всевышнего, которое написано… Где оно написано? Есть такая гемора, которая говорит, что Раби Тарфан… Раби Тарфан – это был… Он был Кагеном, и он был таким мудрецом во время Раби Акива. Раби Акива – более известное имя. Одновременно с ним был Раби Тарфан, это его Хевруса, безумно богатый человек, который, кроме того, что он был богатый, он был Талмитхохомом уровня Раби Акива, того же самого уровня, его Хеврусой. И вот это один из десяти там людей, которые вместе с Раби Акивой перечисляются в разных местах. Так вот, этот Раби Тарфан пишет, говорит, рассказывает, что когда он был ребёнком, он вместе со своим дядей Кагеном во время, когда храм ещё существовал, речь здесь о втором храме, взошёл на Духан – это такое возвышение, где стояли Кагеним во время, когда говорили браха, бирхас Кагеним, браха Кагена, который говорилось в храме. И Гемора в трактатике «Душин» говорит, что когда давалось благословление Кагеним в храме, то… Нет, Гемора говорит не так. Гемора говорит, я начну сначала. Гемора говорит, что существует 42-буквенное имя Всевышнего, которое раскрывалось раз в семь лет, а есть те, которые говорят раз в четырнадцать лет. Только один на один человеку, который был достоин принять это имя, узнать его, услышать его, понять его, и это имя запрещено было говорить другим людям. Гемора рассказывает про рабе Тарфона, который говорит, что когда он был ещё ребёнком, юношей, наар, я не знаю, после барбицы, наверное, всё-таки, он взошёл вместе со своим дядей на Духан, на место, где Кагеним благословляли народ в храме, и услышал, как Каген-гадоль, который был в то время, благословляет народ не четырёхбуквенным имя Всевышнего, который мы сегодня благословляем, а именем из сорока двух букв, и оттуда он узнал это имя, сорока двух букв на имя Всевышнего. Это сказано в Геморе Кедушин. И Раша в этом месте пишет, сорока двух букв на имя Всевышнего пишет Раша «Эйныния деамагу». Мне неизвестно, что это за имя. Раша в комментарии на Гемора пишет, что ему это неизвестно. В другом месте, в трактате Хагига, Робейну там пишет, что он знает, что это за сорока двух букв на имя Всевышнего, которое передавалось раз в 14 лет, и указывает это. В Каболе Аризаль приводит ещё один вариант этого имени, и то, и другое верно, и мнение Робейну там, и мнение Аризали верно. Есть два вида сорока двух букв на имя, они выражают немножко разные аспекты, но тот, который сейчас указывает здесь Гаун Мивильна, он указывает сорока двух букв на имя, которое как бы известно, оно начинается в Торе со слов «решит», это первые сорок две буквы Парши Берешит, кроме буквы «бейт», первые сорок две буквы Паршат Берешит образуют сорока двух букв на имя, но оно определённым образом читается, и этого понятно, что я не знаю, каким образом оно читается, и никто этого не указывает. Вот есть ещё одно сорок двух букв на имя Всевышнего, которое указано не в Кумаше, а указано прямо в Сидуре, и мы его молимся, произносим, некоторые люди, которые молятся, произносят его иногда пару раз в день, и это тоже имя Всевышнего, которое определяет определённые вещи, определяет определённый у меня хороший русский язык. Так вот, говорит Гаун Мивильна, что со слова «решит» начинается раскрытие этого сорока двух букв на имя Всевышнего, хохма, который раскрывает какие-то очень важные вещи, и Хагро это подробнее пишет в других книгах, здесь он на этом не останавливается, но хохма, которая раскрывается, первое раскрытие Всевышнего хохма, которая и существует, эта хохма начинается со слова «решит», «решит» переводится как «хохма», и здесь начинаются 32 пути мудрости хохмы Всевышнего, которые употребляются, раскрываются через 32 два раза употреблённые имя «элоким», и они же раскрываются здесь через слова, через начинается слово «решит», где начинается раскрытие 42-х буквенного имени Творца, которое указано через 42 буквы и начинается с буквы «речь» слово «решит», то есть с раскрытия мудрости. Добавляет Гоан и пишет дальше, здесь также с этого же места раскрывается. Я не знаю, зачем Гоан это сюда вписал, потому что понятно, что хохма и бина – это немножко разные медот, разные качества. И мы сейчас говорим о сфере хохма, а не сфере бина, тем не менее он пишет, что в этом же месте начинается раскрытие пятидесяти ворот бины, которые входят, бина, которая растёт из хохма, поэтому с того же слова «решит» начинается раскрытие пятидесяти ворот бины, и об этом сказано «Гошем Канани решит дарко». И это то, о чём сказано здесь в Мишле, 22-й послуг 8-й главы, что Всевышний создал меня как начало своего пути, и об этом говорит хохма, которая говорит, что я являюсь созданным Всевышним началом его пути. И это «берешит», и это в начале, как сказано «эйн решит эла тойра». В другом месте сказано, что словом «решит» называется именно «тойра». Это кусочек из Медраша «берешит раба». В Медраша «берешит раба» на первый пасуг Торы сказано «берешит барай лаким, эйн решит эла тора, воин решит эла Исраэль». Но нас сейчас интересует, что «решит» называется Тора, Тора, который является мудростью Всевышнего, хохмой Всевышнего. Её первое раскрытие в первой отрывке Торы – это «берешит» в Торе, в начале, в Торе, в мудрости Всевышнего начинается творение этого мира. И говорит Шлома Амеллах, что «кодом мифалав миас», что это было, вот это творение хохмы, оно было «кедом мифалав», прежде всех его действий миас, с самого начала. «Губара», то есть изначально он создал вот это вот понятие «берешит», это что это такое, что это за мудрости, которые созданы с самого начала, до того, как какие-то действия были созданы, это здесь Гагро пишет интересную вещь. Это тшува, что из неё создано и сделано цура, сделано формы абсолютно всего. То есть самое начало творения, которое было – это творение тшувы. В Зогар на Могилатрут он пишет так. Всевышний захотел создать мир и не мог мир устоять до тех пор, пока Всевышний не создал тшуву. Как только Всевышний создал тшуву, то итноцец ор, я специально прочитал на иврите, стал искриться свет этой тшувы от неё, и этот свет – это тот свет, который светил от начала мира до конца мира, и этим светом, в конце концов, был создан мир. Таким образом, Гагро делает непонятный ход ко нём. Он говорит, что пасук говорит о создании хохмы, и в этом пасуке создание хохмы, которое является как бы источником всего хохмы. Он с самого начала объединил хохму с биной, сказав, что «берейшит» – это намёк на создание и хохмы, и бины, 50 ворот бины и 32 направления, которые есть направления хохмы. И он пишет, что из них были созданы все действия, они предшествовали всем действиям. Это хохма, которая предшествует всему. И добавляет и говорит, хохма, которая предшествует всему, в ней находится тшува, в ней находится, возможно, тшува, раскаяние и так далее. Вот. Я, в принципе, прочитал всего Гаона и как-то прокомментировал. Но я предупредил, что это очень трудно, поэтому я ещё немножко добавлю к тому, что Гаон пишет в других местах, а не здесь, для того, чтобы как-то понять этот его комментарий. Но я предупреждаю, что полностью осветить этот комментарий на моём уровне, да и на вашем, в общем, не очень реально. Поэтому попытаемся хотя бы чуть-чуть так, как я могу. Есть комментарии вильнюсского Гаона «Книги Ицира». Я как-то на уроке сказал, что книга Ицира, книга, которая Мюхесетла Авраам Авину, что её писал Авраам Авину, это как бы много книг Ицира. Комментарий Райведа – это совершенно одно объяснение, комментарий Гаона – это совершенно другое объяснение. Но возьмём комментарий Гаона. Дело в том, что Гаон объясняет книгу Ицира шестью способами. Шестью разными способами. Так он пишет. Первый способ, второй способ и так далее. И каждый из них разгрывает немножко разные оттенки. Хотя понятно, что они не могут не перекреститься, поскольку они очень… На одну книгу всё-таки он пишет. Книга Ицира создана так, что там есть Мишнаес. Первая Мишна, вторая Мишна и так далее. И первая Мишна почему-то, я не знаю откуда, все знают, что Всевышний создал мир Сейфер, Сейфер и Исипур. Книга – книга Исипур. Понятно, что Сейфер и Исипур – это однокоренное слово. Книга – это рассказ, Исипур – это рассказ. Только эти рассказы немножко по-разному идут. И Сейфер, Сейфер и Исипур – это Хохма, Бина и Датс, которые начинаются творения миров. И с этого начинаются все десять сферот, которые существуют. И Гаом пишет довольно интересный комментарий, такой очень слишком простой, чтобы быть комментарий к этой книге. Но тем не менее. Он пишет. Откуда взялись Ламит, Бейт, Натилот, Хохма? Откуда взялись 32 направления мудрости? Он пишет, что каждая сфера… Есть десять сферот. Есть десять сфер, которые существуют. Каждая сфера… Сферот все имеют одновременно две структуры. Это направления – векторы и это окружности. Они сферической формы бывают, а бывают формы направлений. Так вот, десять их, говорит Гаом, это когда их десять направлений. Хохма, Бина, Дат и все остальные направления. Хесед, Дин, Рахам и так далее. Когда они ложатся в окружность, то их становится тридцать две. Почему? Потому что окружность – это число Пи умножить на диаметр. Пи Д. Окружность, умноженная на десять, длина окружности, Пи умноженная на десять, это становится тридцать один на четыре десятых. Но поскольку невозможно определять десятых в долях, невозможно определять размеры, направления, которые указывает Тора, то поэтому возникает тридцать два направления. Это сферот, которые раскрываются нам, переходя из прямого маленького отрывка, переходя в окружность, которая уже бесконечна и так далее. Поэтому отсюда возникает тридцать две, то есть два направления натива, направления Хохмы, которые существуют. То есть это более серьезное, более полное раскрытие понятия сферот. И это раскрытие происходит через двадцать две буквы еврейского алфавита плюс десять огласовок, которые есть. Поскольку каждая буква без огласовки, она существует и что-то значит, но она не может быть прочтена, ее невозможно прочесть. Асипур включает в себя рассказ про чтение слов. Поэтому двадцать две буквы должны соединиться с десятью огласовками, которые есть. Вместе это раскрытие тридцати двух нативод Хохмы, которое происходит из букв, которыми Всевышний, сочетая их, создавал все миры и так далее. Хохма – это вторая сфера. Не первая сфера Всевышнего, а вторая сфера. Первая сфера Всевышнего называется, которая всевышний раскрывается, называется сфера Кетер. Но сфера Кетер, дословно, это корона. Она как бы находится над. Если мы используем в качестве дугмы, в качестве примера человека, то Кетер – это то, что находится над человеком. Над. Корона, которая над королем. А голова кончается... Человек кончается головой, а не короной. Кетер – это то, что находится выше него. Но кетер – это рацион, это желание Творца, которое невозможно понять и невозможно никак проявить. Поэтому это желание, оно называется айн, оно называется ничего. Говорить о нем невозможно, поскольку оно для нас находится в состоянии отсутствия. Айн – это ничто. Хохма – это уже ешь, это уже какая-то мудрость, которая на уровне самом-самом высоком практически непостижимо, но уже раскрывается каким-то образом. И это то, о чем сейчас говорит нам Шлома Амеллах, который говорит. Гошем Канани решит дарко. Всевышний создал, приготовил меня, создал, приобрел меня, раскрыл меня, говорит Хохма, как начало его пути. То, что было до этого, это кетер, который не раскрывается Всевышним. Мы только знаем, что он существует. И это называется брия ешми айн, брия что-то из ничего. Когда первая ешь, которая есть, первая возможность, о чем можно говорить, это Хохма. И вот это вот то, что он говорит, что Хохма раскрывается 32-мя нативим, 32-мя направлениями. Со слова «решит» – это раскрывается 42-буквенное имя Всевышнего, которое зафиксировано в книге «берейшит». Оно начинается со слова «решит», со слова «хохма». Через Хохмы нам раскрывается 50 ворот бины, и через нее уже раскрывается все остальное. И вот это та Хохма, которая говорит, что это Хохма Тора, которая обращается к нам и говорит, что Всевышний меня создал из ничего. С самого начала до всех остальных действий. И все остальные действия Творца, они определены вот этим понятием Хохмы, которое есть. И Всевышний через него раскрыл, через эту Хохму раскрыл все остальное, что есть в мире, и создал его, и так далее. Поэтому Хохма является единственным лекарством, которое возможно, как лекарство от Ецар-Гары. Я продолжаю, напоминаю просто, мне это надо, вероятно, чаще напоминать. Все, что нас сейчас интересует, у нас пришло Таева, Хемда, Гаева, Каас, все виды Ецар-Гары и наших дурных качеств, которые есть. И Шунамамелх нас учит, как мы можем с этими качествами каким-то образом справиться. И говорит, что единственный способ, который можно с ними справиться, это через мудрость Торы. Потому что, понимая, для чего они нам даны и как они работают, это единственный способ, который мы можем с ними справиться. И вот он говорит, что мудрость объясняет, как это работает. Поскольку через меня было создано все в этом мире, Ецар-Гара тоже как часть этого мира. Поэтому я являюсь единственным лекарством Ецар-Гары. И для того, чтобы нам это доказать и объяснить, Шунамамелх объясняет, что это начало пути Всевышнего. Оно предшествовало всему, что есть. И Гагро вводит сюда понятие тшувы и говорит, что кедом, мифолав, миас, до того, как все мои действия были созданы, с самого начала существовало понятие тшувы. И приводит Зохар. Это на самом деле Гаон не приводит, это уже я добавляю как бы. Что в Зохаре написано, что в могилатрут написано в Зохаре, что до понятия, до того, как возникло, Всевышний спустил, раскрыл понятие тшувы, в понимании хохмы, через хохмы и бина раскрылось понятие тшува, возвращение. До этого мир не мог существовать никаким образом. И поэтому против медот-раот, который у нас есть, против плохих медот, которые у нас есть, качеств, которые у нас есть, работает понятие тшува. И это тшува, которая меняет эти медот и делает эти медот, направляет их с помощью мудрости Тора туда, куда Тора хочет направить каждый из этих медот. Поэтому это единственное лекарство, которое есть, и это то, о чем сказано. Что Всевышний говорит, что создал я Ецаргору и создал Тору, который является лекарством против этой Ецаргоры. Окей, это одно предложение, которое мы сумели разобрать. Двинемся, второе предложение, оно не менее трудное, но вроде бы это предложение мы как-то справились. Следующее предложение говорит, 23-е предложение, он говорит. «Миалам, с самого начала, я избрана, чтобы управлять, от начала до бытия, до творения Земли. Я родилась, я еще пару предложений прочитаю. Я родилась, когда не было еще без источников полных вод, я родилась, прежде чем погружены были среди вод, горы, прежде холмов. Когда он еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной, когда он уготовливал небеса, я была там. Когда он прогодил круговую черту на поверхности бездны, когда он утверждал облака на высоте, когда укреплял источники бездны, когда полагал для моря уставство, чтобы воду не приступили его приказа, когда полагал основанию земли, и была я у него питомицей, и была радостью каждый день, веселяясь перед ним все время». Я хочу добавить еще, хотя, может быть, это мы уже введем в это предложение, будет проще. Окей, еще раз теперь 23-е предложение. «Ми о лам, с того, когда не было мира, не сахти, я уже управляла, мирош с самого начала, микадмей аретс, до того, как было до творения земли». Говорит Мальбин, «С самого начала я управляла, да еще до творения мира я уже управляла. После этого на лду ород, после того, как я начал управлять, после этого родились ород, светило, не имеется в виду солнце и земля, имеется в виду то, что сказано, искал Всевышний и будет свет. Свет, имеется в виду вот эти светила, светила, которые зашифрованы в Торе, в первый день творения, искал Всевышний и будет свет. «Которые цехцехим, чистейшие светила, чистейший свет Творца, шиги алама малахим, что это мир малахим, мир ангелов». То есть, те светила, через свет которых Всевышний управляет, и посредниками между нами и этим светом являются ангелы. «В чем муханим, что они годятся, готовы, чтобы делать шлихут, чтобы делать посланничество, гангага, того управления, которое избрал Творец?» «Вэлэганиэтмарэхид гибарэйкох, осей двора». И я не знаю, как перевести слово «лэония» на русский язык, на иврите слово «лэония» – это «включи двигатель лэгания». Для того, чтобы задействовать, может быть, те маарахот, те системы гибарэйкох, которые являются силами, которые делают какие-то вещи. То есть, ангелы – это тот маарэхид, та система, через которые светила, которые созданы после хохмы, они светят на ангелах, включают их в качестве рабочих механизмов, и они уже приводят в действие те силы, которые нужны для того, чтобы как-то произвести какие-то действия. «Счазникра» – «шемалам». И только после этого, когда появились ангелы, появилось название «олам», название «мир». «Выгу аора решён» – это тот первичный свет, «шеневракодам лошамам варэц», который был создан ещё до неба и земли. «Шигу орга схалим гавневдалим», что это «ор», что это свет разума, который отделён от материальности. В Игамгем и также они были созданы по заповедям, по законам Торы, которые были распространены во всём мире, и каждом и каждом мире, по отношению того, соответствуя с тем, как управляется именно этот мир. И об этом сказано «миаламни сахти». Я с самого начала была насихой, насиха на современном языке, это принцесса. С самого начала я была управляющей. «Мирошмикадмэрис» изначально до того, как была земля. То есть, в том мире, который был создан до мира Асии, до мира действия, до мира производства действий, что «арис» – киехатмигем. А земля – одна из проявлений этого мира Асии, о котором мы говорим. И также тогда я уже была царицей, то есть, я уже властвовала для того, чтобы всё производилось по путям, по дорогам мудрости. Это объясняет Мальбим. Более или менее понятно или нет? То есть, он говорит, Мальбим объясняет таким образом, что Шлома Мелла говорит, что мудрость объясняет, что с самого начала, до того, как было создано что-то другое, имеется в виду те миры, которые называются мирами, мир ангелов и мир действий, в котором мы находимся, до того, как был создан свет, который в дальнейшем будет запускать в действие ангелов, те светила, с помощью которых производят все действия, происходят на этой земле, то есть, не только на земле, а всюду. То есть, до того, как произведен тот свет, который был до неба и земли, про который сказано, искал Всевышний и будет свет, уже к этому моменту мною руководствовался Творец в решении, каким образом надо управлять миром. То есть, через меня. Я была его той сферой, той сферой, через которой он все это творил, и которую он управлял и творил всеми светами, и через которые в дальнейшем были спланированы и созданы все миры. Но даже до миров, даже когда творился свет, он творился мной. Я думаю, что вы слышали комментарий, такой очень известный комментарий, что Всевышний смотрел Тору и творил мир. Что Тора была создана за много времени до творения мира, Всевышний смотрел в Тору и творил мир. И этот комментарий не совсем понятный, но метраж говорит именно так, что Всевышний посмотрел в Торе, в Торе написано, вначале сотворил Всевышний небо и землю. Всевышний творит небо и землю. Было написано в Торе, земля была пустая и нестроена. Всевышний делает так, чтобы земля была пустая и нестроена, и так далее. Сказал Всевышний, и будет свет, говорит Всевышний, и будет свет. То, что написано в Торе, повторял Всевышний и делал это. Кавана этого Медраша, понятно, что Тора не была записана на пергаменте чернилами до того, как был создан мир, поскольку не было ни чернил, ни пергамента. Это раз. И два, Всевышнему не надо записывать Тору, для того, чтобы он мог её прочитать, поскольку он немножко отличается от нас в этом. Мы не можем прочитать даже, когда она написана, а он может читать даже, когда она не написана. Поэтому Всевышний смотрел в Тору и творил мир – это довольно интересное такое объяснение. То, которое сейчас мы дали с помощью альбима, объяснение, которое я говорил, что хохма обращается к нам и говорит, что до самого творения, до начала первых элементов творения, то есть даже света, уже свет творился в соответствии с хохмой, которую Всевышний раскрыл в слове «берешит». Всевышний смотрел Тору, это слово «решит», видел эту хохму и ею творил миры, то есть в соответствии с хохмой. Единственное, что здесь непонятно, зачем Всевышнему надо было смотреть в неё, когда сама хохма – это хохма Всевышнего, зачем Всевышнему надо смотреть это и делать это? Понятно, что это аллегория объяснения, то, как Всевышний раскрывал постепенно и творил миры в соответствии с планом творения, который находится даже не в хохме, а в бине, в более полном раскрытии. В хохме находится как бы одна точка, из которой всё происходит, вот это вот понятие мудрости, которое есть. Дальше раскрытие идёт всё дальше и дальше. Но я слышал такое интересное объяснение, которое говорит, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Мы привыкли сегодня. Что такое Тора? Тора – это то, что нас с вами, людей, Михаевит, то, что обязывает. В Торе написано – не ешь молоко и мясо, мы не можем есть молоко и мясо. Если в Торе это не было написано, то мы имели полное право, и ты есть, и никакой проблемы не было. И вот устная письменная Тора, устная как расшифровка письменная, письменная как конспект устный, они вместе соединяясь делают так, что это ты хаяф, это ты потур, это ты можешь, это ты не можешь, это тамэ, это тагор. И все остальные вещи, которые появляются, они появляются, они стали такими, потому что это написано в Торе. И это Тора – это такой маарехет, такая конструкция, которая пришла лихаев людей, обязать людей что-то делать. Понятна эта часть. Теперь, когда мы говорим, что Всевышний смотрел в Тору и творил миры, то здесь написана совершенно потрясающая вещь. Тора была хохма Всевышнего, была создана, и Тора была каким-то образом сфиксирована Творцом для того, чтобы теперь Творец был обязан вести себя по закону Торы. То есть, это Михаев не только нас с вами, Всевышний хотел, чтобы у него тоже родилась какая-то вещь, из-за которой он обязан делать. И это то, что говорит Шламу Амеллах, что «ми алам не сахти», я с самого начала была насихой, я с самого начала управляла. То есть, мною в творении меня появился Хиюв, обязанность, чтобы дальше миры творились именно так, а не как-то иначе. Почему это захотел Всевышний? В частности, для того, чтобы раскрыть для нас с вами, что если Тора Михаевит его, создателя, обязывает создателя, создателя самой Тора, то тем более она Михаевит нас. Чтобы мы почувствовали и поняли каким-то образом, не знаю, преуспел ли Всевышний в этом замысле. Для кого-то да, а кому-то еще надо работать, чтобы замысел Всевышнего был выполнен. Но нам надо понять, что Тора – это Хиюв Гамур, это стопроцентная обязанность. Это не только книга с красивым мидрашим, с красивыми высказываниями, которые приводят к тому, что я понимаю какие-то глубины, и мне во как кайфово и классно. Это все тоже так. Но кроме этого, Тора – это объект, который превращает меня в человека, который хаяф. Из человека, который мог делать, мог не делать, мог быть немецовое, но осе не обязанно делать, превратить в конструкцию обязанно делать. Всевышний это раскрыл нам таким образом, что даже Он обязан своей собственной мудрости. После того, как эта мудрость была раскрыта, она не может быть изменена, поскольку это мудрость Всевышнего. И Всевышний смотрел в эту мудрость, в это Рейшит, в это создание. И им раскрывались все замысли Всевышнего и творились миры. То есть, даже Акодыш Барагу сам был обязан после того, как он сделал вот эту брию Ешмиаин, и эта хохма была раскрыта в мире. Теперь попытаемся прочитать, как это говорит Гагро, но я предупреждаю, что это опять не так легко. С самого начала я стала не сихой, я стала принцессой, я влавствовала. Говорит Гаон, что это имя Элаким, которое написано в Торе. Берешит Бара Элаким. Вот этот Элаким, это та принцесса, которая здесь раскрывается. И говорит Гаон так, что мудрость обращается, Шламом Эллах через мудрость обращается к нам и говорит. Анигодати Элакутоба Алам. Я, мудрость, это то, что сделала Гадоу, Персум, определила, сообщила понятие Элакут, понятие божественности в этом мире. То есть Тора, она сообщает Элакутоба, божественность миру. Битвы, это выражение, соответствует Мидрашу, где написано. Мидраш, который называется Сейхельтов. Этот Мидраш говорит, что Берешит Годия Элакутоба Алам. С самого начала, что изначально сделал Всевышний, он сообщил свою божественность этому миру. И это и есть проявление Хохмы. Поэтому 32 раза слово Элаким употребляется в отрывке Берешит, это 32 направления проявления Хохмы в этом мире. Мирош, изначально. Ген авигам шен шамаем. Это понятие, что такое изначально. Эдга шамаем. Берешит Барайлаким эдэ шамаем. Шамаем, вот это и есть то, что с самого начала произошло. Изначально сотворены небеса по Бэй-шамаю. Тут есть некий Махлокис на эту тему, но здесь Гогрой почему-то взял комментарий Бэй-шамая, который говорит, что изначально Берешит Элакутоба проявилась на шамаем, на небесах. Микадмэ-эритс, это было прежде, чем была земля. И это следующий пасук Тори, Эдга-эритс. То есть сейчас работа Гаона в этом предложении, комментарии этого предложения, соединить это предложение с отрывком истории. Берешит Барайлаким эдэ шамаем варит. Берешит мудрости. Элаким – это раскрытие Элакуто. Эдэ шамаем – это рожь. Изначально вот этот рожь, который был открыт, первое раскрытие – это шамаем. Микадмэ-эритс, до земли – это пасук Эдга-эритс. Земля, которая вначале с третий-вышний небо и землю. И это, вот это вот то, что предшествовало земли, которое называется шамаем, говорит Гаон очень интересную вещь. Есть семь вещей, которые указаны в Медраше, которые предшествовали созданию земли. И об этом сказано в Геморре, где это сказано в Геморре, в Геморре в Сохим. Сказано, семь вещей были сотворены до того, как был сотворён этот мир. И вот эти вещи. Первая вещь – Тойра. Это и есть хохма, решит, это Тора. Вторая – Чува. Мы уже немножко говорили об этом, что Чува должна была быть сотворена. А фактически Чува – это понятие Бина. Понятие Бина – это следующая сфера. Через неё идёт Чува. Поскольку именно через неё могли быть сотворены светила. Это первичный свет творения, который освещает и соединяет нас со Всевышним. А соединение нас с Творцом – это и есть Чува. Когда, несмотря на ту аверу, которая была, мы можем возместить, восполнить тот изъян, который произошёл, соединить это с первичным светом. Это и есть Чува. Она должна была быть сотворена до сотворения мира. Иначе мир не мог существовать, он не мог бы удержаться. Чува, Ганедан и Гееном – это понятно. Они были сотворены тоже до творения мира. Почему? Гееном – это некое, да и то, и другое. Это некое средство лыгашлим – восполнить, убрать изъяны после смерти человека, которые произошли в душе человека. Тело, эти изъяны убираются внутри земли. А Гееном и Ганедан убирают эти изъяны по-разному. Гееном делает очищение, как прокаливание посуды, которую мы делаем. Также прокаливается душа человека, и из нее убираются изъяны, которые вышли. Ганедан возвышает эту душу настолько, что она приближается к Творцу, и все изъяны, которые изначально в ней были, не те, которые мы сделали нашими оверот, а те, которые были изначально, когда с душа спускается в мир, они убираются для того, чтобы через Язамесин воскрешение из мертвых, вставание после смерти, душа могла подняться до другого уровня и получить конечную цель творения. Кисея Кавод – престол славы Всевышнего, через который мы видим, это тот способ, что такое кисея Кавод. Это тот способ, который из мира отсылся через Брию. Всевышний управляет действиями, которые происходят. Тот способ, через который вот этот свет, Ор, он спускается до мира Брии, через него в мир, который называется Ецира, где находятся ангелы. И эти ангелы, как уже написал нам Мальбим, эти ангели являются средствами, посредниками, через которые Всевышний запускает каждое действие и действие в этом мире. Бейт-Мигдаш – храм. Еще одна вещь, которая была создана до творения. И все эти слова называются в пасуке Берешит-Барай-Лаким, в начале сотворил Всевышний небо и землю, называется шамаем. Шамаем, поскольку шамаем называется, есть пасук, где этот пасук есть, он находится в Ишаяху, там сказано, шамаем киси, небеса являются моим троном, говорит Всевышний. Поэтому все это, трон – это общее название, через которое все это как бы управляет землей, эресом, и это называется киси, потому что трон – верхняя часть, начало Маарехита, системы управления мирами. И Бейт-Мигдаш, почему Бейт-Мигдаш? Потому что Бейт-Мигдаш – это то, что находится в мире Асии, в мире действия, которое с помощью жертвоприношений, зажигания миноры и так далее соединяет через все миры и проходит через все миры и соединяет нас с кисеяковод, с престолом славы Всевышнего, где находится тот Бейт-Мигдаш, который создан на шамаем. И там находится тоже жертвоприношение, но духовного уровня, и соединение это уже соединяет нас непосредственно с различными сферот мира Ацилус, которые происходят через эти жертвоприношения. Вав, буква Вав. Еще. Это Шамаем Вэ Эдгаарец. Всевышний сотворил небеса, Вэ и землю. Землю пока оставим в покое, остановимся на слове Вав, на букве Вав. Вав – это И. И. И – это имя Машеха. Это седьмая вещь, которая создана была… Нет, это не седьмая вещь, я забежал вперед. Это одна из вещей, которая была создана до творения мира, и без нее мир не мог существовать. Это Шмо Машех. Имя Машеха. Что такое имя Машеха? Понятно, что имя отражает суть явления. Машех – это дословный перевод «помазанник», это царь Израиля, Машех бен Довид, который придет, когда-то мы ждем его прихода и молимся о его раскрытии и так далее, суть которого, его функция – это поднять то, что без него не может быть поднято, и перевернуть и соединить со Всевышним самые низкие части этого мира, мира Аси, в котором мы находимся, и завершить тикуним исправления, которые делались до него всеми евреями без исключения, каждый из них сделал какие-то исправления, какой-то свой вклад внес в этот мир, и Машех, то, что уже никто кроме него не может сделать, он сделает каким-то образом, каким мы не будем сейчас в этот раз обсуждать. И вот это имя Машеха, это раскрытие его сути, оно тоже было сотворено еще до творения. Что это за имя? Есть много-много, несколько мнений в Геморе, каждый из них имеет основания для существования, и каждый из них дополняет другое, как называется имя, что такое имя Машеха, и... окей. Ве-эд-гарец, слово «эт» – это «бэдмикдаш». Всевышний сотворил имя Машеха, ве-эт – это предлог, который означает, что Всевышний сотворил храм, о котором сказано «маком капот раглай». Это место, где находится Киба и Холь, как будто бы, понятно, это аллегория, как будто бы там стоят ноги Всевышнего. В книге Ихескеля сказано «маком киси, э маком капот раглай». Ихескель в 43-й главе Ихескель приводит то, как ему Всевышний показал видение, как будет выглядеть третий храм. И оттуда учатся многие галахот, того, как учатся третий храм, и там сказано, что этот храм – это «маком киси», место моего трона, говорит дворец, и место, на которое опираются мои ноги. Так вот, у нас получается, что Аггаон говорит, что Бейдамигдеш, который был создан, как сказано в Медраше, до творения мира, одна из вещей, которая создана, то это место, где опираются ноги Всевышнего. Ноги, понятно, что имеется в виду наиболее низкий сферот, наиболее низкие качества, которые Всевышний раскрываются в этом мире. Ноги обозначают, аллегорически обознающиеся сферот, Гот и Нецех. Это вот эти две нижние сферот, которыми управляется именно этот мир. Каждый из миров управляет, управляется разными сферот. А Ламасия, в котором мы находимся, мир действий, который мы делаем, они проявляются именно через Раглей, через Раглайм, то есть через эти две сферы Нецех. Вот, Хасвишуламу Всевышнего нет органов тела, поэтому каждый раз, когда говорится о каком-то органе Творца, это аллегорически говорится для того, чтобы указать, как способ, которым он управляет, так объясняет Микуболем, так объясняется в Кабуле, это Магаллах Гаона здесь. Рамбам идет по другому пути. Он объясняет, что каждый раз, когда говорится о каких-то органах тела Всевышнего, не дай Бог, не пойми, что это органы, это говорится Лисабера Дгоозен, для того, чтобы просто нам каким-то образом сообщить, потому что иначе наши уши не в состоянии этого услышать. Если ничего не называть, говоря о Всевышнем, не говорить ничего, то мы ничего не поймем. Но не дай Бог подумать, что у Всевышнего есть органы тела, и это не только Рамбам, это и Кабала, и так далее. Здесь лихой Рамахлокиса никакого нету, на первый взгляд, просто Рамбам приходит с одной стороны, говорит, для чего это говорится, чтобы мы что-то поняли. Микуболиум разогревает более глубокое понимание, что здесь указываются те сферот, которые проявляются. Сферот Году и Нецех это две сферы, нижние сферы, которыми проявляется управление в этом мире, они связаны с Бейтмикдажем, поэтому это называется Маком Раглав, потому что предыдущие из тем вещей, которые названы, они находятся на более высоком уровне, они меньше относятся к миру Асии. В Ирушалме, в Берешис Раба немножко приведено то, что мы сказали, вот этот Медраж, который я сейчас сказал, в Берешис Раба и Вирушалме, то, как я сказал, где это объяснено, одну секундочку, одну секунду, то, что мы до сих пор, это Гемора Псохим в Бавле, да, Гемора Псохим на Дафинун-Далет, Ирушалме приводит немножко другую версию того, как это сказано, и также приводится в Берешис Раба немножечко другая версия, я не знаю, где это находится, где этот Ирушалме и Берешис Раба, тот, кто писал вот книгу, которую я пользуюсь, он не нашел, это не в Ирушалме, не в Берешис Раба, этой гирсы он не нашел, он нашел эту гирсу в Медраше, другом Медраше, в Медраше Танхума, он нашел вот эту вот гирсу, но, вероятно, она есть и в Ирушалме, в Гаон, во всяком случае, приводит имени Ирушалме и Берешис Раба. Там написано вместо слов Ганеден и Гееном, там написано Авот в Исраэль. Авот – это Аврамис, как Яков, это Ганеден, и Гееном – это Амисраэль. Вместо этого он изменил. И слово «эт» относится к «авот», и Яков, который сидел в Агалим, это Яков объединяет понятие авот и 12 колен, соединяющая ступень между 12 коленами и авот, это Яков, а слово «Арец» это Исраэль. «Вээт Гаарец», последнее, второе слово «Арец», которое из Тори, это Амисраэль, и об этом сказано. «Китиюатэм эрец хафэт», что вы станете землей, которую желает Всевышний. То есть, соединение Исраэля и Эрец Исраэля это то, чего желает Всевышний. И он приводит, что в Сифридес Ньюса написано, что последнее слово «Арец» не имеет отношения к этим семи вещам, и это слово «Арец» ломен и миньяна, но не относится к этому. Это раскрытие последней сферот, которая сферот Малхус, которая не засчитывается внутри предыдущего перечисления. Таким образом, давайте я попытаюсь с Лисакем Гагро. Я надеюсь, что как-то что-то понятно, но действительно очень трудный комментарий, который говорит о том, что когда сказано, что Хохма говорит, что Лома Амелла говорит, что мудрость обращается к нам, Хохма говорит, что изначально, до того, как были какие-то понятия аламод, до всего прочего, я уже была управляющим всеми мирами, через меня, мною строились все миры, которые будут создаваться потом, и еще до того, как появились небеса, тем более земля, я уже была до того, как раскрылось понятие земля и была создана земля. И он говорит, что Хохмы были определены, семь вещей, без которых мир не мог существовать, и которые перечислены чуть-чуть по-разному, в Иерушалме и в Бавле, но все эти семь частей, семь медот, семь качеств, которые образуются, семь качеств, семь сферот, которые образуются и выходят в действие, как бы, через Ганедан, Геном и так далее, вот эти все отображения, которые есть, они все созданы, и все получились и проявились через раскрытие Хохмы, то есть Торы, который Всевышний создал до того. Таким образом, он еще раз возвращается к нам, что Тора – это Брия Ешмиаин, Тора – это создание чего-то из ничего, это первое проявление какое-либо Творца, о котором мы можем как-то говорить, мы еще даже не знаем, в чем она состоит. 32 направления Хохмы от нас скрыты полностью, это то, что Маширобейн, я об этом уже говорил, просил Всевышнего показать твой кого-то, как ты управляешь миром, и он не получил этого, ему было раскрыто только некое понимание сферы Бина, сферы, которая находится чуть ниже, и ему тоже не полностью оно было раскрыто, Хохму было не показано никому, и об этом сказано, «Лоя Ренера, Адам Вэхай», «Не может увидеть меня человек и остаться в живых», говорит Творец, но тем не менее, говорит Хохма, что вы должны прилепиться к ней, ты не можешь ее раскрыть, но ты знаешь, что она каким-то образом раскрыта в Торе, и вот когда она раскрывается в Торе, изучая Тора, ты борешься со своей Эцергорой, и знай, что через эту Хохму Торы было создано все, что было создано, и все творения, которые созданы до начала творений, до того, как были сотворены какие-либо миры, в том числе первичный свет, уже до этого были созданы Ганедан, Гейном, и все семь вещей, о которых мы говорим, которые каким-то образом являются проявлением Хохмы, то есть раскрытием этой Хохмы через остальные сфероты. Это то, что говорит Гаон. Окей? Более-менее понятно? Окей. Попытаемся следующее предложение, оно немножко проще, хотя, конечно, все в мире относительно. Следующее предложение, это 24-е предложение, которое говорит, «Я родилась, когда не было еще бездн и источников полных воды». И следующее предложение связано вместе с ним. «Я родилась, прежде чем погружены в среди вод были горы и прежде холмов». Гаон здесь дает очень короткий комментарий, начнем с него, «Бе-эйнт хомот халалти». До того, как появился понятие дгом, бездны, до этого я уже было заполнено, я уже находилась над поверхностью дгом, поверхностью вот этих бездн. Если вы помните, второе предложение Тора, я не взял с собой Хомаш-Берешит, но первые два предложения, думаю, что все помнят, я во всяком случае могу сказать по памяти. «Вначале смотрел Всевышний воду, небо и землю, земля была пустая и нестройна, тогу-угугу, и тьма над бездной, а Дух Всевышнего парил над поверхностью вод». Над этим дгомом парил Дух Всевышнего. Вот это, об этом сказано, Дух Всевышнего, который парил над поверхностью вод, говорит Агро, что это и есть та мудрость, о которой мы все время говорим, та хахма, которая была альпный дгом, на поверхности дгома, и это второе предложение Тора, Торы над поверхностью бездны парила хохма. Теперь, «Бе эйн мая нот нихбати маим». Еще когда не было источников, в которых появилась вода, уже над поверхностью будущей воды находилась эта хохма. Если вы наверняка вы знаете, что есть митраж, который говорит «Эйн маим эла тойра», что Тора, это называется водой все время, почему Тора называется водой, поговорим как-нибудь в другой раз, так вот, когда еще Тора совсем никак не раскрыто было, хохма Тора уже надходилась над поверхностью вод. И следующее предложение, тоже очень коротко Гаон объясняет, прежде чем горы были, появились, перед возвышенностями, я уже их заполняла, и это тоу-вогу, пуста и нестройна, удивительно пуста, которая сказана в «Пасуке» в Торе, а земля была, в «Ардзе» это тоу-вогу, земля была тоу-вогу, вот это тоу-вогу, это «Я заполняла», говорит мудрость, вот это тоу-вогу, вот этот абсолютный хаос, который был, так обычно и переводится, тоу-вогу, что еще никакого порядка не было, порядок начал раскрываться, только после, в начале первого дня, когда появился свет Всевышнего, но до этого тоу-вогу, вот эту бездну, заполняла «Я», говорит Тора, говорит Хохма, Хохма и Тора, это в общем одно и то же. Окей, 25-е предложение по 27-е, Мальбим пишет в одном комментарии, «До того, как горы были затоплены, что еще не было никаких горы возвышенностей, но только, что было, до того, как возникли горы возвышенности, что было, был афар, был прах, который был накрыт водой, то есть, все было покрыто водами, и этот прах, который покрыт водами, это не только покрытие физическое, земли, водой, но это и сот элемент, есть четыре элемента, это афар, прах, земля, вода, руах, авир, воздух и эш, так вот, все было покрыто и содом, маем, и еще не было разделения на четыре раздельных и сода, понятно, что имеется ввиду, до того времени, когда еще не было сделано ни земля, ни то, что вокруг нее, что еще не раскрыто было, не раскрылось, не появилась суша, еще не были видны изголовья гор, которые будут годяться для ишуа, то есть, никакой ебаши не было, весь афар забит водой, ничего нету, и тогда, сказал Всевышний, будет ракия, будет твердь, пространство, небеса внутри воды, и это, говорит Мальбин, я объяснил в другом месте, где объяснял, Мааса Берешит, как было создано Берешит, я объяснял, что посредством ракии, что там, знаете, я вижу, что я не успеваю это объяснить, я боюсь смять это, сделаем так, я думаю, что мы вернемся вот к этим предложениям еще раз, потому что, невозможно, с 25-го предложения мы начнем следующий урок, потому что, если сейчас три предложения скомкают, то это совсем глупо, Мальбин дает хоть какой-то пируш, Агромы прочли, а Мальбин мы прочитаем в следующий раз, и так, до следующей встречи, всего хорошего, шавуатов, агут и вох.